Друзья мои, всем диагностический привет! Сегодня видео по многочисленным вашим просьбам. Как, чем и зачем я подключал вот такую вот вещицу к блоку управления своего автомобиля. Именно с помощью нее я выводил на экран температуру масла в двигателе, температуру масла в коробке передач. Именно с помощью нее мы проверяли, как долго греется масло зимой, каким методом быстрее прогреть автомат или вариатор. И помните, сравнивали, как греется масло в двигателе и в вариаторе маленького кейкара в сравнении с автомобилем 2,5 литра. Помните, у нас был батл, кто прогреется быстрее. И много людей написали, блин, Артем, а как это сделать, как это вывести на экран? И вы знаете, парадокс, я, видя запросы в каждом последующем видео, где мы проводили вот такие сравнения, выводил на экран, что аппаратная часть вот такая-то, программная часть такая-то. Но, тем не менее, в личку, как, 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 зачем? Поэтому сегодня вам расскажу. Вы знаете, что интересно? Вот все вы знаете вот этот ELM 327 и ничего нового я вам про него не расскажу. По ссылочке в описании вы можете посмотреть, как выбрать нормальный, качественный. Китайский ELM за 400 рублей не переплачиваю, который, в общем-то, будет удовлетворять все ваши потребности. Ссылочка под видео. Но именно сейчас, в 2022 году, эта штукенция получила для себя второе дыхание. Она именно сейчас стала актуальной. Объясню, почему. Помните раньше, для чего мы их покупали? Вот этой штуке больше 12 лет точно. Я покупал, когда они только появились на Алиэкспрессе. Пау-рублей за 150, это одна из, наверное, первых версий 1.5 ELM, которую я купил. И она исправно мне служит до сих пор. Но самый прикол в чем? Если раньше мы покупали их для автомобилей с системой OBD2 бортовой диагностики, чтобы вылез чек. Ну, вот, чтобы не ехать на сервис, не платить деньги, да и сканеры профильные для Хонды, там, Мазды, ну, и там, Субару. Ну, это еще не в каждом сервисе были. Вот такая штукенция позволяла, в общем-то, забесплатно скинуть чек, ну, либо просто посмотреть, что за ошибка. И все, она подцеплялась к блоку управления двигателем. Сейчас сказать, что это цепляется к двигателю, некорректно. Почему? Потому что, если раньше, ну, только блок управления двигателем в иномарке был, то сейчас блоков множество. Блок управления двигателя, блок управления коробкой, АБС, полным приводом, блок комфорта. И чем навороченнее автомобиль, тем этих блоков больше. И эти блоки соединены к кан-шиной, то есть цифровой шиной. И вы с помощью вот этой древнейшей отмычки, вставив ее в УБД, цепляетесь уже не к блоку управления, а к шине, которая дает вам доступ ко всем блокам. То есть, если подключиться сейчас к Мазде, мы увидим множество блоков управления, которыми мы можем считывать, уже проводить какие-то сервисные манипуляции, калибровки, сбросы, диагностику и так далее. Это уже что-то. И сам это прикол в чем? Вот сейчас производители делают современные автомобили. У них цифровые приборки. Они ставят мониторы вот так вот на полпанели, да, где можно воспроизвести видео, навигацию и куча всего-всего-всего. И казалось бы, что для вас, упырей, стоит вывести на эту красивую рисованную приборку или монитор? Температуру масла в двигателе, температуру масла в коробке, давление. Ну и все интересующие водителя параметры. Но это не делается. Почему? А сделать это просто, потому что все блоки управления в цифровой шине, то есть вы можете вывести при желании, да, вот все это на монитор. Производитель мог бы вывести вообще вот просто, но это не делается. Почему? Ну просто потому, что многие до сих пор свято верят, что интервал замены масла в 15 тысяч, это все рассчитано. Масло в коробку передач рассчитано на весь срок службы и так далее. Но мы, выводя температуры, интересующие нас показания на экран, ну хотя бы телефона, потому что вот у нас вот такие вот древнейшие технологии, которые позволяют взломать все это дело. Видим, что летом, когда я один в машине, температура в коробке выстреливает за 107 градусов, да, мы видели это. О чем это? Это один человек в машине, это не по гонялке, это просто плавное движение в пробках и по городу. И именно поэтому современные коробки передач нужно менять масло. Вы видели, я слил масло на 30 тысячах, оно черное, и народ говорит, Артем, да ты гоняешь, как так? Да в этом весь и прикол, что современная коробка, привет большой немецкой тройке, Mazda пошла по этому же пути. Все производители сейчас идут, скорострельная шестиступенчата, и вся ее скорострельность именно заключается, потому что гидротрансформатор блокируется с первой передачи, как это в немцах. Ну помните, раньше японцы проигрывали немцев при сопоставимой мощности в расходе топлива и в динамике, да потому что коробка блокировалась с первой передачи. Но блокировка нагревает, это дает динамику и снижает расход, но повышает именно температурный режим коробки. Поэтому масло выстреливает за сотку, за 107 градусов, а если вы посадите еще кого-нибудь, положите что-то в багажник, температура будет еще выше. И поэтому, а температура старит масло, убивает масло, поэтому я на 30 тысячах слил, а там чернота, температура, понимаете? В двигателе все то же самое, вот когда ребята, у которых стоят датчики давления и температуры масла, они могут легко понимать, какого качества масла у них залито, любое. И как быстро его нужно менять? Потому что дешевое, некачественное масло, оно уже к 2,5-3 тысячам, давление падает, потому что масло срабатывается, срабатывается его вязкость, его убивает температура, особенно в современных температуронагруженных двигателях. Когда двигатели тарахтят по моточасам, 15 тысяч километров, это в городе очень много масла, просто разжижется, умрет, и вы это увидите как по температуре, так и по давлению. Поэтому ничего для современного водителя сейчас на экраны не выводят, хотя есть полностью такая возможность, чтобы они писали на форумах, если производитель написал, значит так надо. Да, друзья, одноразовый мир forever. Вот, именно поэтому мы выводим вот температуры, полезно наблюдать, как ведет себя ваш автомобиль, именно как он греет масло, особенно современные автомобили. И здесь, друзья, вся проблема в чем? Если у вас старый автомобиль, ну, конечно, температуру масла ни в двигателе, ни в коробке вы, возможно, не выведе, потому что это должна поддерживать цифровая шина вашего автомобиля, если она у вас, конечно, есть. Но где-то с 2010, с 2000, может быть, 2012 года большинство автомобилей уже, ну, я думаю, вы знаете, есть у вас CAN-шина, цифровая шина или нет. И вот с помощью вот таких вот допотопных устройств уже можно играться. И, значит, самый популярный вопрос по сканеру. Ну, какой сканер я сказал, это ELM-K327, самая простейшая, версия 1.5, это важно. Почему? По ссылочке в описании повторяться не буду. Что касается программного обеспечения, многие спрашивают, Артем, а какая программа там для Хонды, Мазды, Тойоты, Субару, Лексуса, Инфинити, ну и так далее. Друзья, я не знаю, объясню почему. Ну, во-первых, почему я рекомендую, вот я использую для Мазды программу 4Scan. Это специализированный софт. Вы на форумах для своей марки машины, если погуглите, легко найдете программы. Потому что эти программы пишутся, ну, как правило, любителями. Есть платные, есть бесплатные. И именно с помощью специализированной программы вы получаете доступ к протоколу, то есть к цифровой шине. Почему, допустим, 4Scan для Мазды, Форда и Меркури? Ну, просто потому что поддержка всех протоколов, всех блоков управления. И вы получаете именно те данные, не какие-то усредненные, не какие-то расчетные, как это могут делать универсальные программы. А именно та информация, которая у вас идет непосредственно из блока управления. Это важно. Также есть куча универсальных программ, да, там торг, карсканер и так далее. И вам нужно именно понимать, поддерживает эта программа ваш протокол, да. Ну, все-таки подключение к шине идет через протоколы или нет. Все это через метод проб, ошибок, ну, либо через форумы. Допустим, для автомобилей с вариаторами есть специализированный софт, который позволяет делать диагностику, калибровку вариатора, следить за температурой. То есть вы понимаете. И когда вы пишете, Артем, а вот мне для Hyundai какая программа, ребят, я не знаю. Либо торг, которая универсальная, либо карсканер. Ну, они поддерживают ваши протоколы и будут работать. А может быть, есть кто-то, какой-то товарищ, вот как для Mazda, да, вот, Foscan программа, написал кто-то специализированный софт, который дает вообще вам широкие возможности. Поэтому здесь нужно понимать, как это работает и почему. Сначала покупаете сканер, если у вас его еще нет, версии 1.5. Потому что версия 2.1 это обрезанная версия. И мне многие писали, Артем, у меня версия 2.1, все прекрасно работает. Да, друзья, только если прогнать ее по количеству поддерживаемых протоколов. Это вообще версия 2.1, это китайская версия. Это их видение оригинального протокола вот этой микросхемы ELM. И они порезали все ненужное ради удешевления, исходя из своего видения. И, допустим, вот Honda и Mazda, которые были у меня, у меня есть сканер 2.1. Он подключается, но он не читает ничего. Потому что нет поддержки необходимых, возможно, современных протоколов. Либо, наоборот, старых каких-то протоколов. Но вот этот геморрой вам абсолютно точно не нужен. На каких-то автомобилях работает, на каких-то нет. На примере своего автомобиля я хочу показать, как это выглядит. То есть, если мы провалимся во вкладку автомобиль, я вам рассказывал, что блоков много. Раньше мы это использовали только для чтения ошибок. То посмотрите сейчас модуль управления коробкой передач, модуль управления силовым агрегатом, то есть двигателем. Модуль бортовой диагностики, блок обеспечения связи, блок антиблокировочной системы, электронный стояночный тормоз. Модуль передачи данных, блок управления системой защиты, то есть системой безопасности и так далее. Посмотрите, сколько идет блоков. Со всех этих блоков можно считывать показания, проводить тесты и так далее. Вот в журнале ошибок, посмотрите, на приборной панели ничего не горит, да? Но посмотрите, сколько скрытых ошибок в каждом блоке двигателя. Ну, возникали они в основном по той причине, что, допустим, напряжение батареи. Напряжение в электрической цепи вне допустимого диапазона. Помните, я рассказывал, как у меня несколько раз садился аккумулятор, какие у меня там траблы были. Вот, пожалуйста, ошибка по низкому напряжению сразу откладывается в блоке. Вы можете это все читать. Вот есть входной сигнал столкновения, передаваемый по проводам. То есть, ну, видимо, это либо когда сброс аккумулятора был, либо когда делали химчистку, отсоединяли сиденье, отсоединяли разъемы сиденья. Возможно, с этим связан. То есть, все эти ошибки можно скинуть. Ну, я их сейчас почитаю и скину. Также посмотрите, вот что интересно. Можно провалиться. Появилась вкладка тесты. То есть, когда вы получаете доступ к электронным блокам, вы можете проводить тестирование. Антиблокировочная система. Диагностика. По требованию. Блок управления системой безопасности. Диагностика, диагностика, чтение ошибок, зажигание, тест самодиагностики и так далее. То есть, если зайти во вкладку тесты, да, можно к каждому блоку подключиться и его протестировать, если это необходимо. Вот, мне просит обновиться. Есть сервисные функции. То есть, сброс управления коробкой передач. Можно сбрасывать адаптации, да. Эта функция выполнит принудительный сброс модуля. Блок. Можно откалибровать антиблокировочную систему. Откалибровать датчик скорости рыскания. Сбросить это все стояночно. То есть, понимаете, какой инструмент вы получаете в современном автомобиле. Особенно это касается автомобилей какой-то ВАГ-группы, да, где Мерседес, БМВ, где... Ну, вот, казалось бы, простейший сканер, ну, который раньше, ну, просто ни о чем. Вам не нужно возить этот ноутбук с Васей Диагностом. Ну, если речь идет про ВАГ, достаточно. Сейчас речь идет о каких-то полевых условиях. Когда вот эта штукенца, вы бросили ее в бардачок, она потерялась совсем. И у вас в телефоне есть нужное вам приложение. Вам не нужно возить вот эти провода для какой-то тяжелой, ну, более глубокой диагностики. Понятно, что профессиональные средства, типа ВАСИ Диагноста, которые, если мы говорим о ВАГе, ну, конечно, они открывают, ну, просто там, безграничные параметры. Но, я так говорю, в полевых условиях вам этого хватит. Вот, современным, сбросить какой-то датчик, откалибровать, вообще понять, что у вас происходит перед тем, как ехать в сервис. У вас есть куча настроек, как это все работает, но нас интересует. У меня программа просит обновиться, вот она скачала. И, что самое интересное, когда ее запустил, она сказала, что ваш адаптер не поддерживает какие-то обновленные функции, поэтому обновите адаптер. Это вот, кстати, первый раз, вот за все время, что я делаю, вот, нужно будет изучить вопросы. Вот, я запускаю. Вот так вот у меня выглядит это все. На экране у вас это сейчас все есть. Вот, посмотрите, я уже достаточно давно сижу в машине. Температура антифриза 90 градусов, температура масла в двигателе 83 градуса. Вот, температура масла в двигателе 83, коробки 80, обороты, низкое давление масла. И хотите самый прикол? Вот, видите, не зарегистрировано низкое давление масла. Включаю передачу. И сейчас у нас все заглохнет, потому что я не отключил сигнашку. Так и есть. Эх, Артем, Артем, Артем. Ну, вот у нас блок отрубился. Вот, и мы видим... Все у нас, все у нас заработало. Ну, сигнашка работает, это уже хорошо. Сейчас мы это все отключим, запустимся, переподключимся. Вот. То есть, я каждому рекомендую. Я не езжу с этим, ну, постоянно. Хотя, очень интересно было бы вывести, знаете, если бы стоял какой-нибудь Android. Android можно было без проблем скачать на головное устройство. Либо вот, если у кого-то есть какой-то монитор, экран с Android. И это все будет у вас выводиться на экран. Так, вот мы подключились. Мы подключились, перезапустились. О! Detected. Detected низкое давление масла. Знаете, почему? Кто мне говорил, это вот опять же речь о том, вот мы стоим и видите. Detected never, detected never. Это мы будем летом тестировать несколько масел. И я вам буду показывать именно по разной вязкости. Когда заливается низковязкое масло, например, либо масло у вас уже сработалось, либо оно низкого качества, вот именно датчик низкого давления. К сожалению, у меня нет цифрового параметра, но я списался с разработчиками. И, в общем-то, получил расклад, когда датчик загорается. При каких значениях на постоянку, при каких. То есть, вот когда меняется never, detected never. Это, ну, такое легкое помаргивание лампы давления масла. Но на приборке у вас нету нифига. Вот. И это важно. Но мы про это будем разговаривать. Поэтому я всем рекомендую купить вот эту штукенцу, особенно если у вас автомобиль уже с коншиной поддерживает вот это все. И просто покататься, посмотреть. Я уже плюс-минус понимаю, как быстро у меня прогревается масло в двигателе. В коробке зимой. Сколько мне надо машину прогреть, чтобы безопасно и без вреда двигаться. Летом. Какой режим движения вызывает перегрев масла. Видите, сейчас коробка 80 градусов. Ну, вот это нормально. Рабочая температура, при которой масло быстро стареть не будет. А летом оно стремится к 110. А если я посажу всю семью в машину, она будет еще выше. Я вот хочу посмотреть, какая. При этом по трассе коробка обдувается и особо не греется. Да. Она начинает греться только при скоростях за 140. Ну, то есть, при запрещенных по факту скоростях. Но если вы любите быстро ездить, то вы понимаете, что нужно будет и масло чаще. Менять. Вот поэтому, друзья, вот такая вот ситуация. У меня есть температура двигателя, температура коробки. Ну, и давление. Хотя бы я вижу какие-то пограничные режимы. Поэтому всем рекомендую, у кого есть, у кого автомобиль поддерживает. То же самое можно вывести с помощью торг, карсканер. Главное, это зависит не от программы по большей части. Они плюс-минус по функционалу все одинаковые. Зависит от поддерживается ли протокол этой программы вашего автомобиля. И есть ли поддержка там, ну, допустим, температуры масла в цифровой шине вашего автомобиля. Вот. Поэтому, друзья, вот такая вот история. Программы тестируйте, пробуйте. Пробуйте качественные адаптеры. И мониторьте, как себя ведет автомобиль. И вы будете понимать, что если у вас греется масло в коробке больше 95 градусов, менять его надо уже не через 80, а через 30. Та и в Тойоте я менял масло через 50 тысяч километров. Оно сливалось черновато, но, в общем-то, ничего. Но и та Тойота 97-го года грелась до температур в коробке. Там 90 градусов максимум. Это был древний автомат, который не листал вот так вот в пробках передачи. Все шесть ступеней до 40 километров в час и обратно. Больше работы, больше переключений, больше нагрузка, больше температура. Блокировка в современных коробках с первой передачи работает. Вы понимаете, все это в совокупности приводит именно к пониманию того, что обслуживать современный автомобиль, если мы, конечно, говорим сейчас о правильности, а не так, что, ну, там проездит там сколько-то, а потом, ну, нужно менять-то все почаще. И именно тогда приходит понимание, что далеко не всегда простое дешевое масло, которое можно менять почаще, вывозит все те издевательства двигателя. Есть двигатели убийцы масел, которые просто масло уничтожают температурой, разжижают бензином. И именно здесь вы это все увидите. Вот такая вот история. Друзья, выключаем диагностику. Поэтому, если есть какие-то вопросы, пишите. Мы готовим почти готово масло про можно ли лить. Давно ждете видео, можно ли заливать неоригинальные масла в коробку или нет. Видео практически готово, записать не могу. Ну, вы слышите мой голос. К сожалению, я приболел, прошу прощения. Но, как только я поправлюсь, это будет в ближайшие дни, видео будет записано, отмонтировано. И как раз мы начнем разбирать тему масел. Будет совмещенное видео в коробку и в вариаторе. Именно аналоги на примере Хонды, на примере Ниссановских жидкостей вариатор. Вот о чем больше всего спрашивали на этих примерах. И разберем, можно ли заливать в коробке, можно неоригинальное масло, можно ли заливать туда мультижижи, у которых есть несколько допусков. Есть большой опыт по этому вопросу, большая, так скажем, статистика. И, ну, есть свое понимание, потому что по моторным маслам мы с вами многое разобрали. Ну, теперь разберем именно по трансмиссионным маслам. Поэтому, друзья мои, давайте, накидайте лайкосиков, будет очень приятно, а то что-то активность у нас на канале потухла. Я приболел, там одну недельку видео пропустили, и вы куда-то все пропали. Поэтому, парни, давайте, включаемся, скоро увидимся, до новых встреч.